О! Сделано в Рэдбарн. Это подкаст «О чём говорят женщины». Сегодня, как всегда, в студии Рэдбарн прекрасны Настя, Лиза, Юля и я, Вера. Привет, девчонки. Привет, привет. Привет, привет. Партнёр этого сезона – бренд дерматологической косметики Виши. Ну что, разомнёмся? Разомнёмся, да. Разгоны, как всегда, принесли, как всегда, подготовили. Юль, начнёшь? Я с лёгонькой темы, да, можно начну? Давай. Ну такое. Для меня, конечно же, она животрепещущая до сих пор, потому что, ну, есть вопросики у меня уточняющие. Давайте обо всём по порядку. Одной прекрасной барышней из Великобритании, 39 лет. Она работает бизнес-аналитиком и вместе с мужем воспитывает двоих детей – пятилетнюю Виолетту и шестилетнего Клайва. В Британии её знают как «строгую маму». Телевизор, сладости и пустые развлечения в их семье под запретом. Всё, что дозволено, должно приносить пользу и готовить детей к реальной жизни. И вот пошли подробности. В общем, прекрасная Елена, так зовут нашу героиню сегодня, считает, что дисциплина и послушание – это главное. Однажды дочь завязала на рюкзаке какой-то узел, который невозможно было распутать. И я заставила её развязывать этот самый узел под дождём за дверью, делилась вот наша женщина. Также она рассказала, что в их семье есть система оценок. За хорошие дела дети получают баллы, а за проступки лишаются их. К проступкам, например, относится ситуация, в которой кто-то из детей забыл сходить в туалет перед выходом из дома, а потом попросился в него в дороге. Детям не разрешается погибать комнату, если они не убрали игрушки. Есть ещё серьёзные ситуации. Однажды у меня был рабочий созвон, рассказывает Елена, и за это время дети перевернули весь дом вверх дном. Я дала им ровно пять минут на то, чтобы привести всё в порядок. Но они с этим не справились, оно, по-моему, и понятно. Тогда я просто собрала все разбросанные игрушки в огромный пакет и отнесла его в ближайший благотворительный магазин. С тех пор все книжки стоят на полках, а игрушки убираются на своё место. Муж её поддерживает во всех начинаниях воспитательных. Вот. Как там чувствуют себя дети, не уточняется. Один комментарий. This is Sparta. Странно, что девочка выжила, и мама не выкинула её со скалы. Да, это просто тирания какая-то жуткая. Ещё и вдвоём. Вот обычно какой-то, мне кажется, хороший и плохой полицейский, а тут два плохих. Ну такая команда. Молодцы, да, Мира? Не растерялись, ребятки. Послушайте, ну давайте вот, если по всем канонам всё это раскладывать, то мама и папа ведут себя правильно. Они должны быть, вот, выступать единым фронтом, в едином порыве. То есть если мама считает одно, папа другое, между собой они никак не договорились, там всё, крах всему наступает. Это правда, это уже проверено вот лично на моём опыте. Я отчасти и маму, и папу очень понимаю, вот правда, особенно за все эти игрушки. Это, конечно, какая-то бесконечная история, когда у тебя уже дёргается глаз, когда ты раз попросил, два попросил, три, десять, пятнадцать по-хорошему, потом ты уже начинаешь, естественно, подрыкивать. И у нас вот лично в моей семье была история, когда мы в какой-то момент поняли, что мы очень разбаловали Александру, младшую мою дочь, и количество игрушек уже просто переросло, размеры нашей квартиры, а ей всегда мало. То есть я хочу ещё вот это, вот это, вот это, вот это. Я за шкирку отвела папу Александры в другую комнату, говорю, ну всё, это уже невозможно. Надо что-то придумать здесь и сейчас, потому что мы скоро, во-первых, захлебнёмся игрушками, а во-вторых, ну сколько можно потакать просто во всём. Надо, чтобы какие-то берега человечек растущий чувствовал и понимал вообще, как это всё добывается, как это всё достаётся и так далее. Вот на что папа Александры, он быстренько сообразил и говорит, Сашуль, окей, давай, вот если ты хочешь ещё вот эту, вот эту, вот эту игрушку, тогда вот эти игрушки мы сейчас собираем все, относим деткам, у кого нет таких игрушек, они их очень тоже хотят, и взамен вот тебе купим другие новые игрушки. На что Саша сказала нет. Она встала в позу и сказала, нет, это всё мои игрушки, и мне надо ещё. Ну, в общем, как-то мы там смогли в итоге договориться, всё нормально. Ну вот по поводу уборки, это прям боль, я думаю, всех родителей, и я сижу и понимаю, что определиться вот в этой историю, которую я вам сейчас озвучила, совсем невозможно. Вроде бы и, как сказала Лиза, это спарта, а с другой стороны иногда прям вот хочется включать какие-то очень жёсткие меры воспитания. Ну, я бы хотела, Юрий, знаешь, на что обратить твоё внимание? Да, я согласна с тем, что и супруг, и супруга, отец, и мама должны действовать совместно, сообща, иначе какое-то когнитивное искажение случится в головах у детей, и кого-то они могут любить больше из-за того, что там кто-то из этой супружеской пары, из их родителей позволяет делать то, что запрещает второй, но родители должны всё-таки оставаться родителями и ни в коем случае, на мой взгляд, не становиться друзьями, потому что тогда стирается грань взрослого и ребёнка. Но при этом родитель должен, наверное, выбрать какую-то модель поведения, модель общения со своими детьми. И вот эта история, мне кажется, достаточно суровой, как будто бы в этой истории родители не родители, не ответственные фигуры для своих детей, которые в том числе берут обязательства на себя, протекции, защиты, чтобы ребёнок чувствовал себя всё же безопасно. А как будто бы родители – это полицаи для своих же собственных детей. И во всех их действиях я ощущаю контроль сверх меры. Тотальный. Тотальный контроль, просто диктатура какая-то. И я не чувствую в этом никакой поддержки, никакой опоры. Можно быть достаточно требовательным родителем, достаточно суровым в плане воспитания, но всё равно демонстрировать любовь всеми своими действиями относительно ребёнка. То есть можно поступать как-то, возможно, даже так же, но при этом объяснять доступно ребёнку, почему так, а не иначе, чтобы его, в общем, не выращивать в каких-то тепличных условиях. Здесь мне абсолютно непонятно такое отношение к собственным детям, такое ощущение, будто бы это нелюбимые дети. Да, вот у меня тоже такая мысль была, как можно так тиранить своих детей, потому что, ладно, одно дело игрушки собрать, заставить, другое дело под дождём ребёнка заставлять развязывать какой-то узел. Согласна, это же too much. А ещё контролировать, заставлять контролировать свои какие-то физиологические процессы. Если в туалет не сходили вовремя, то всё, потом не сходят, и если попросились уже выйдя из дома, это вообще что такое? Это как потом дети должны жить? Они будут всё время под контролем у кого-то. Это абьюзивные, мне кажется, очень нездоровые какие-то отношения. А мне жалко этих ребят. Мне кажется, что, возможно, у них не было, в их семьях не было любви, и они просто по-другому не могут. И, к сожалению, они это всё перекладывают на своих детей и будут делать дальше. Но надеюсь, что кто-то наберётся сил, терпения, возможно, их ребёнок будет воспитывать детей по-другому, и вот это зерно любви всё-таки посеется и вырастет в прекрасный цветок. Мне кажется, что этот замкнутый круг должен разрешиться, когда кто-то из детей сходит к психотерапевту. Они вырастут, пойдут к психологам, к психотерапевтам, и тогда следующее поколение, может быть, будет более здоровым. Знаешь, Вера, я от себя добавлю, что вот у меня, например, всё произошло ещё до похода к психологу, потому что я осознанно на сессии стала ходить уже во взрослом состоянии. Но меня тоже очень строго воспитывали. Я сейчас не буду вдаваться там в подробности, но я для себя в определённый момент, лет, наверное, в 13-14 я решила, что я так со своими детьми точно не буду. Я сыграла вот вопреки сложившимся устоям нашей семьи и, ну, слово сдержала, как говорится, и вот такого не устраивало. Таких вещей, вот как устраивали мои родители, я своим детям, конечно же, не устраивала. Какая ты умничка, очень сильная. Ну, это психология от обратного. Мне кажется, осознанный, здоровый человек, когда уже наблюдают такое ненормальное поведение и маркируют его как недостойное, там ненормальное по отношению к себе, он уже со своими детьми пробует совершенно другой сценарий. И я думаю, что в этом много силы человеческой, и тебя как личности, Юля, и тебя как женщины, как мамы. Это круто. Да, потому что в достаточно раннем возрасте ты уже стала маркировать вот эти поступки, как недостойные. Ну, ты недостойна, чтобы так с тобой обращались. А ведь многие дети вырастают во взрослых людей, которые думают, что с ними так можно, и с ними только так и нужно, потому что они верят в слова своих родителей, что по-другому они не понимают, по-другому будет плохо и так далее. Ну, зёрнышко любви посадила, и у тебя два прекрасных цветочка. Это да, но тут же ещё не стоит вообще забывать о безусловной родительской любви, которая должна быть во всех нас. И, не знаю, чтобы наши дети не творили в разном возрасте, нужно понимать, принимать, защищать, оберегать и, безусловно, любить это однозначно. Мы сейчас тут говорили про контроль, контроль над своими детьми, над их отношениями, а я принесла вам сегодня тему. Мне кажется, она отчасти тоже про контроль, но такой первичный, предварительный. Женщина прекрасная написала, мужчина пробивал информацию обо мне, и ей очень нужен совет со стороны. Далее она пишет, встречаемся три месяца с мужчиной, всё хорошо. Что прошу, покупает и делает. Сам тоже делает подарки. Неделю назад уехала к родителям в гости, и в разговоре проскочила фраза, в баню пойдёшь? Я бы сам в такую сходил тоже. Я не поняла, о чём он. У родителей есть баня, но я не говорила о ней. Оказалось, что он родителей и родственников всех нашёл моих, в одноклассниках даже, посмотрел все их фото. А до этого ещё пробил всю информацию обо мне с моего рождения, в какой школе училась, где работала и так далее. И чё-то мне теперь так противно после всего этого. Что он спрашивал, я и так рассказывала. Да может, не всё, но что считала нужным, то и рассказывала. Сейчас, как после узнала я это, молчу, не отвечаю ему. Как дальше тут быть? Вот, вот он, мне кажется, первый сигнал возможного абьюзивного отношения. Хотя, не знаю, сомнительная история. Я думаю, что вообще, конечно, девчоночки, наверное, меня все поймут. Мы, когда влюбляемся, мы пробиваем вообще всё возможное. Да я только хотела сказать, что она, да, она просто поймала бумеранг за всю свою жизнь, за свою, за своих подруг, потому что, как только появляется у кого-то мальчик, пробивается всё. Ну, там чуть ли не копия свидетельства о рождении у тебя появляется на руках его. Поэтому, ну, как бы, девчонке хочется, не знаю, это очень мило и очень смешно. Я понимаю, что, наверное, её пугает, но на данный момент, мне кажется, что она просто получила бумеранг. Просто была большая глупость, мне кажется, со стороны мужчины проявиться, да, что вот он знает, в курсе. Да, это второй уже, да. В смысле? Это уже другой момент. Пробил сиди молча, да. Пацан спалился на бане. А вас пробивали когда-нибудь мужчины, вот чтобы вы потом об этом узнали? Либо, когда вы стали ближе, он об этом сам рассказал? Ну, а я вышла замуж, сами знаете, как и за кого. И я уверена, что ещё до того, как, человечек знал даже, в каком зубе у меня, какая пломба стоит. Поэтому это было сразу ясно-понятно. Не, ну, у тебя уникальный случай. У тебя уникальный просто случай. У нас, мне кажется, у простых смертных это просто так же у знакомых друзей поспрашивали и на этом как бы сошлись. Вот. Ну, вот чтобы кто-то потом рассказывал, что пробивал, нет, такого, ну, у меня такого не было. Знаете, я прям даже как-то негодую. Вот эта девушка, женщина жалуется. Мне бы хотелось, возможно, это ненормально, узнать, что кто-то меня пробивал, кто-то настолько сильно был во мне заинтересован, что он потратил там свои ресурсы, энергию, внимание на то, чтобы узнать обо мне как можно больше. Сейчас я общаюсь с одним человечком. Ну, это мой интернет-друг, скажем так. И он недавно мне написал, а ты что в нашей любимой запрещенной социальной сети заархивировала или удалила какие-то посты? У меня их там не очень много. На что я ему отвечаю. Ну, парочку, да, а как ты понял? То есть я сделала вывод о том, что он мониторил мою социальную сеть, вот эту как бы раскладочку с моими постами, с моими фотографиями. И мне стало, с одной стороны, ну, как-то немножечко не по себе, что человек, видимо, зациклился, а с другой, ну, вот эта эгоцентричная фигура сыграла во мне любящая подпитку во внимании в каком-то даже сверх. Такая вау, значит, человеку действительно я нравлюсь. То есть это какие-то доказательства для меня. Но всё, видимо, от человека зависит, потому что вот этой барышне стало супер некомфортно, что она даже задумалась о том, чтобы, может быть, прервать отношения со своим молодым человеком. Мне кажется, что тут есть сигналы к тому, чтобы прервать отношения, потому что одно дело пробить просто там, где росла, жила, с кем встречалась, кто родственники. А когда такое сообщение вдруг внезапно приходит, в баню пойдёшь, это как будто бы я за тобой слежу, большой брат за тобой следит. Вот, будь осторожна. Вот только накосячишь, тебе, сами знаете что, да? И получается, что он как бы, как будто бы вот я в этом сообщении считала угрозу от него. Я бы тоже испугалась. Слушайте, а не рассматривайте вариант, что он, ну, пальцем в небо и попал? Ну, то есть дача, родители. Часто на дачах бывают бани. И может, он просто задал такой вопрос, и всё. А потом она сама уже себе надумала, что он там нашёл всех родственников, в одноклассниках. Ну, может, он поинтересовался о её семье. Но про баню-то как он узнал? Я не думаю, что он связывался с кем-то из её родных и спрашивал, а есть ли у вас там бани? Да нет, там же могли быть просто фотки какие-нибудь в тех же одноклассниках. Папа в бане там, или что-нибудь у них там, может, традиции какие-нибудь. Каждую субботу. Ну да, на самом деле, может быть, что-то случайно выплыли. Может быть, она в диалоге с ним сказала там, не знаю, мама, папа, да, там в одноклассниках. Ну, он свёл там имя, фамилия, ввёл. Ну, не знаю, как-то всё бывает. Может быть, конечно, тут есть звоночек. Всё возможно. А может быть, что просто вот совпадение, и о девочке просто захотелось, чтобы её пробивали. Тоже такое тут. То есть тут девушке просто нужно ещё немножечко понаблюдать. Если он ей интересен... Да, ситуация очень правда. Настя права, неоднозначная абсолютно. Да, если он ей интересен, ещё понаблюдать. Если нет, то уже, конечно, там как-то бить в колокола, прекращать общение, ещё что-то. Ну, пока это всё тоже умиляет и забавно. Мне кажется, что тут стоит, конечно же, просто задать ему вопрос. Вообще, откуда он знает. Возможно, все какие-то сомнения пропадут сами собой. Да. Вот мне тоже интересно, почему мы тащим всякие темы на форумы, да? Мы же с вами сейчас 24 на 7 изучаем, чтобы записывать этот прекрасный подкаст. И Вера абсолютно права. Почему не решить этот вопросик напрямую сразу, а не спрашивать там совета у незнакомых людей? Слушай, я думаю, что сама вот эта барышня, она не такая открытая. Она в конце написала, что всё, о чём он её спрашивал, она в целом воспринимала нормально и отвечала, но недосказанность какая-то присутствовала в их отношениях, поскольку она далее сделала приписку, что считала нужным, я ему говорила. Это, знаешь, как такая вот психология людей, вот что спросил, то и получил. Но ни грамма больше, потому что сразу ты как будто бы стремишься оборониться, не сказать ничего лишнего, чтобы не навлечь беды. И обычно это закрытые люди, и, возможно, её просто повергло в шок сам факт того, что он пытался узнать о ней больше информации, видимо, ему недостаточно того, о чём она ему рассказывает. Да, тут остаётся только гадать. Девушка, чем всё закончилось? Да, напишите нам, расскажите потом, как у вас и чем всё закончилось. На почту Red Barn. Да. Изучая женские истории на форумах, мы с девчонками сталкиваемся не только с философскими вопросами о любви, дружбе и предназначении. Темы, касающиеся ухода за собой, тоже не остаются в стороне. Мы решили разобраться в них и запустили новую рубрику в нашем подкасте «Женщины говорят об уходе». Её мы делаем вместе с нашим партнёром, брендом дерматологических средств по уходу за кожей – Виши. Пигментные пятна считаются одним из признаков возрастных изменений. Но на самом деле они могут появиться в любом возрасте, если кожа склонна к повышенному образованию меланина и вы не защищаете её от солнца. Например, если у вас никогда не было веснушек и вдруг вы заметили их в зеркале, увы, это не милая деталь внешности, а сигнал, что коже нужно помочь. Для этого нужно включить в уход средства с неоцинамидом, витамином С и пептидами. Они успокоят кожу и снизят интенсивность имеющейся пигментации. Второй шаг – защищайте кожу от солнца. Делать это нужно круглый год, а не только летом. В холодное время года UVA и UVB лучи также проникают через облака и даже стекла, разрушая клеточную структуру и провоцируя кожу активировать повышенные механизмы защиты. Выбирайте крем с фактором защиты SPF50 и следите за индексом UV лучей на вашем смартфоне. Подходящее средство можно найти у нашего партнера бренда Виши. Протокол против пигментации лифтактив В3 состоит из трех этапов. Первый – сыворотка комплексного действия лифтактив специалист с витамином В3 против пигментации и морщин. Второй – дневной крем лифтактив против пигментации и морщин с SPF50 для защиты от солнечных лучей. В составе обоих средств есть гликолевая кислота, витамин С и биопептиды. В комплексе они заметно сокращают видимость пигментных пятен и предотвращают их повторное появление. А завершающий – третий этап. Новый ночной крем лифтактив В3 с чистым ретинолом и неоцинамидом. Средство ускоряет обновление клеток в ночное время и делает кожу более упругой и сияющей. Результат заметен уже через две недели. После использования протокола количество пигментных пятен уменьшается, а цвет лица становится более ровным. Усиленная и безопасная формула подходит для всех фототипов кожи. Кроме гиперпигментации, протокол также эффективен для борьбы с ранними признаками возрастных изменений. Он подходит для всех цветотипов кожи. В составе нет спирта, аллергенов, красителей и отдушек. Заботьтесь о здоровье и красоте вашей кожи вместе с Виши. Ссылку на протокол против пигментации лифтактив В3 мы оставим в описании выпуска. У меня тоже разгон про женщин и мужчин, но он звучит так. Как же хорошо быть женщиной. Как же хорошо быть женщиной. Захотела вкусно поесть, приготовила себе еды или пошла поела в ресторане. Захотела отдохнуть. Летишь в Турцию, захотела обновить гардероб. Пошла и купила одежды, обуви, сумочек и так далее. И не нужно ждать, когда жена приготовит, накормит, уберет, уговорит съездить на отдых, купит одежды. Благодать. Меня тут удивляют две вещи. Первое. Это что этот пост противоречит всё ещё патриархальной картине мира нашей, которая у нас сложилась. То есть как будто бы до сих пор отовсюду летит, что если женщина захотела в отпуск в Турцию, она не летит в Турцию, а она просит кого-то свозить её в Турцию. Если она хочет сумочек и одежды, она всё ещё говорит «Дорогой, я хочу сумочек и одежды». Но меня это порадовало. Что женщина берёт как бы на себя ответственность за свою жизнь и захотела и сделала всё, что хочет. Но в то же время я удивилась тому, что мужчины кажутся ей такими никчёмными. Вот как по мне, она же тут пишет, что не нужно ждать, когда жена приготовит, накормит, уберёт, уговорит съездить на отдых. То есть как будто бы двигатель всего, и не только двигатель, а ещё и делатель всего. Это женщина. И мне кажется, что здесь описаны возможности на самом деле любого взрослого человека, любого пола. Любой взрослый человек действительно с взрослым мышлением может обеспечить себе то, что ему необходимо, и то, что ему хочется. И мне кажется, что это абсолютно не зависит от пола, и инфантильными бывают и мужчины, и женщины. Вот как считаете, у вас есть такое гендерное вообще разделение, что мужчины все такие, женщины такие, или согласны со мной? Я с тобой согласна, Вер. Сразу говорю, я согласна. Но мы также все понимаем прекрасно, что ситуации бывают разные, люди все абсолютно разные. Кто-то так и живёт в матрице патриархальных отношений, кто-то, наоборот, топит за матриархат, разделяет очень сильно гендерную всю эту историю, и всё идёт, как идёт. Ну и феминизм туда же, да. Я тоже согласна. Мне кажется, это здоровая позиция, когда нет никаких гендерных предубеждений, предрассудков относительно того, мужчина или женщина должен обеспечивать отпуск совместный. И я думаю, зависит сильно от людей, которые в этих отношениях, и как им комфортно. Но относительно истории про то, как прекрасно быть женщиной, и всего того, что ты сказала, Вера, я думаю, что среди моего окружения, например, вообще уже нет вот этой патриархальной концепции того, что захотела сумочек и одежда, обратилась к своему молодому человеку, супругу или сожителю, по-разному бывает. Скорее, я всё сделаю сама, я буду кайфовать одна, мне никто не нужен. И это уже какая-то другая противоположность, которая, честно говоря, меня сильно пугает, потому что такая автономность женщины, как и автономность мужчины, я думаю, ведёт к тому, что мы все окончательно будем сепарированы и перестанем вообще влюбляться, любить, создавать пары, семьи, потому что зачем? Если можно наслаждаться собой, жизнью в уединении, ни от кого не завися и не выстраивая ни с кем отношения, потому что это огромный труд. Это деградация какая-то получается. Семейных отношений и института брака и семьи. Вот мне так кажется, меня честно это пугает. Вроде тема, я понимаю, о чём, как круто быть женщиной, но она вскрывает какие-то глубинные смыслы, и вот всё, что я сейчас наблюдаю среди сверстников и людей постарше, это желание максимально ни от кого не зависеть, добиваться всего самой, такой век достигаторок и достигаторов, чтобы просто потом, я не знаю, что, не тратить ресурсы, силы на то, чтобы построить с кем-то отношения, потому что это уже как будто бы неважно, как будто бы отошло на второй план. Но мне кажется, что в любом случае мы не утратим стремление быть друг с другом, да, потому что классика остаётся классик, и человеку нужен человек. Как бы мы не были самодостаточны, в любом случае, когда мы развиваемся в отношениях, растём в отношениях с нашими партнёрами, мы счастливее, что ли, не знаю, вы можете со мной поспорить. Но вот я сейчас, для меня очень показательно, когда вы знаете, да, что я сейчас в отношениях с мужчиной, со своим, уже больше полугода они длятся, и я вот прилетаю в Краснодар, сейчас вещаю отсюда, и мне все как один говорят, что я даже выглядеть стала по-другому, что я свечусь, я счастливая, счастливая, я классная, довольная, радостная, и я считаю, что это всё благодаря в том числе и тому, что вот строятся в моей жизни классные партнёрские отношения. В одиночку вот такого не случится. Сколько, я понимаю, что я могу себе купить платье, сумки, полететь, куда хочу и так далее, но, ещё раз повторю, человеку нужен человек. Да столько фильмов снято, сериалов, да, все мы знаем истории, когда вроде сильная, независимая, может всё, молодец, умная, красивая, но человек действительно нужен рядом. В любом случае, это работа действительно, и у меня есть среди знакомых, которые за патриархат, за матриархат, и которые идут в партнёрстве друг с другом. Есть разные ребята, поэтому каждому своё, я тоже за партнёрство, за любовь и за то, что человеку нужен человек, я тоже за это. Мне кажется, что в этом и есть счастье. А женщиной быть прекрасно, потрясающе, девочки. Ну, конечно же, поддерживайте, что женщиной быть супер. Да, начало этого поста вообще в точку, действительно, я тоже так думаю. Женщины супер, женщиной быть супер. И, наверное, мужчины со своей стороны тоже могут сказать, что мужикам классно, наверное. Но женщиной лучше. Здорово быть человеком. Неважно, мужчина ты или женщина. У меня тоже тут такой девчачий вопрос. Значит, милая девушка пишет. Боюсь, что не смогу воспринимать себя без макияжа. Дальше идёт её прямая речь. Я, в принципе, не крашусь, но хочу попробовать начать. Но есть проблема. Я боюсь, что привыкну, как буду выглядеть с макияжем, и больше не смогу себя воспринимать нормально. То есть появится зависимость и т.д. Я планирую не краситься каждый день, а так просто буду использовать тушь, консилер, блеск, хайлайтер. Поэтому, девочки, подскажите, что делать, чтобы не допустить такого? Хэштег макияж. Выскажу сначала своё мнение на этот счёт. Не могу сказать, что я прям вот согласна полностью с девушкой. Почему она думает, что если она начнёт сильно краситься и сразу как-то изменится? Ну, в любом случае, везде должна быть мера. Во всём она должна быть. И также в макияже. Ну, вот по себе сужу, да, я не крашусь каждый день и не понимаю даже, как можно на это выделять столько времени, как обычно делают, да, прекрасные девушки. Я даже немножечко им завидую, что находят время, силы и становятся ещё краше. Для меня обычно самое главное это уходовые процедуры, использование крема, сыворотки, вот эта пятиступенчатая корейская, да, система. Это вот моя история, если честно. А что брать, а что сказать о декоративной косметике? Ну, я люблю румяшки. Да, иногда можно хайлайтера добавить, чтобы блестеть. Не знаю, здесь, наверное, о девушке нужно будет подумать, разобраться, наверное, сначала с собой, принять себя, а потом уже как-то экспериментировать. Или наоборот, пробовать решиться, покраситься, как там говорят, хорошая привычка, 21 день, да, формируется в течение 21 дня, хорошая привычка формируется, поэтому можно начать каждый день краситься, будет меняться, может фотографировать себя. В любом случае много всего можно пробовать. Девушки же все прекрасны. Вот, поэтому не знаю, как, что еще посоветовать девушке, как у вас, девочки, обстоят дела с макияжем. Давайте порассуждаем, помогите мне, пожалуйста. А то как-то я даже немножечко в ступоре. Мне кажется, что отношения с макияжем и косметики очень сильно зависят от твоей философии жизни. Объясню, почему. Вот, например, я адепт такой идеи, что никакая косметика, что ты сказала, не сделает тебя краше, но я считаю, что правильный макияж, подходящий именно тебе, может помочь раскрыть твои уникальные черты лица, например. То есть это как будто бы чуть подсвечивает неочевидно другим людям в твоей внешности. И косметика, вообще любое средство косметическое, это инструмент необходимый для того, чтобы как-то гиперболизировать какую-то, может быть, черту лица или сделать ее более заметной и явной, если ты того хочешь. Вот, например, по своему опыту могу сказать, что мне вообще не подходит такое прям, ну, прям штукатурка-штукатурка. Знаете, вот эти тиктоки, рилсики, когда девушка садится и делает макияж без макияжа, ну, что мы сделаем этот макияж без макияжа? Она накладывает сначала какую-то сыворотку на лицо, потом она туда же тональником мажет, потом она делает контуринг, потом она тенями что-то там припудривает, румяными, тушь, еще хайлайтеры, я не знаю, вот все эти средства, возможно, я что-то забыла и не перечислила, но вы добавьте, пожалуйста, мысленно в этот списочек, и потом такая, ну, макияж без макияжа, если я так сделаю, вот, макияж без макияжа, это сильно утяжелит мое лицо, потому что вот у меня такое лицо, и некоторым, я думаю, это просто не подходит, но откуда вообще идея того, что ты без макияжа можешь быть некрасивой, какой-то не такой, это очень странно, я думаю, что самое красивое лицо, это чистое лицо без косметики, потому что ты вот являешься самой собой и видишь свое отражение, такое, какое оно есть, без вот этого контуринга, который совершенствует там твой овал лица и подчеркивает твои острые скулы, или делает эти скулы, которых от природы нет, потому что у тебя щечки, яблочки, ну, то есть, очень странная мысль, и я бы хотела, чтобы девушки относились проще к своему лицу, если у них есть настроение на какой-то причудливый мейк, делайте этот мейк, если есть настроение сделать макияж без макияжа, и это вам подходит, в отличие от меня делайте, если есть настроение просто с чистым лицом походить, ну, пожалуйста, как бы можете просто носик припудрить и быть королевами дальше. Не, единственное, что вот здесь я немножко слукавила, что совсем там не крашусь, нет, такого нету, я, допустим, обожаю румяна, и я делаю ставку на уход. Вот ты сказала, сыворотка, вот тут, конечно, лучше выходовую, выходовую свино, выходовую цепочку, ставить больше звенья, и там уже и пилинги, не каждый день. Девочки могут послушать наш подкаст «Растушевать, но не смешивать», и всё узнают об уходе за собой, чудесные два сезона есть. Но вернусь, что нужно изначально ухаживать, главное, за кожей, потому что, если будет ухож, то и любовь, то хайлайтер может не пригодиться. Когда вот спрашивают, помните, да, девочки, шутку, да, почему у тебя сияет лицо новый хайлайтер, а она говорит «нет», новый любовник. Поэтому я согласна вообще с вами, и мне кажется, что мне вот не подходит тоже какой-то макияж, бред макияжа, который нужно делать очень много часов. Во-первых, я это не умею, и я этому не хочу учиться, мне лень даже учиться это вот делать. Во-вторых, я чувствую себя не собой, когда на мне очень много всего нанесено, когда мне делают, я хожу на какое-то, например, иду на какое-то мероприятие и иду к специалисту, который меня красит. И когда мне нафигачат там контуринг, нос как-то выделят какой-то тёмной штуковиной, не знаю, как она называется, я всё время чувствую себя в маске, не собой, мне это не нравится. И вот я вообще не переношу что-то искусственное такое на себе. И самая моя большая ошибка в жизни была это сделать татуаж бровей. Я сделала, у меня потому что, я вколола себе ботокс в межбровку, и у меня выпали из-за этого брови. Оказывается, такое бывает, прикиньте. А я не знала, что это из-за этого. Я подумала, господи ты, боже мой, у меня выпали брови, наверное, потому что всё. Вот их час пришёл, и они больше никогда не вырастут. Пойду набью. И я набила себе эти брови и страдала с первого дня с ними. Думаю, господи, да всем же видно, что это не моё, что это там всё-то нарисованное сильно. Поэтому я тоже замеру, и каждый пусть делает, конечно, я пусть делала и каждый. Пусть делают как комфортно, но мне некомфортно. Я хотела просто поддержать тебя с темой про брови. Я так раньше делала... Ну, не татуаж, я просто ходила красить брови. Хной красила, обычной краской. И каждый раз я просила делать неестественно, мне делали естественно. Правда, выходила как бы для специалистов по бровям, называются они, по-моему, бровисты, естественно. но по факту каждый раз, когда я выходила из салона, я чувствовала себя собакой из мема. Знаете, вот эту грустную собаку с чёрными нарисованными бровями? Я себя всегда так ощущала. Я даже как-то на какой-то пост-иронии себе запостила тоже там в социальную сеть. Я с новыми бровями, это собака. Ну, мои друзья посмеялись, сказали, что я шизанутая, но в целом это так непривычно. Это вот то, что, возможно, и к лучшему меняет твоё лицо, но со стороны так, возможно, и кажется, но тебе самой очень некомфортно. И вот если тебе комфортно без мейка в естественности своей, то ходи без мейка. Это моя история. Вера сказала про макияж, что не нравится, не хочется учиться. Я тоже не училась, но я обожаю, когда меня красят. Вот обожаю. Мне очень нравилось. Раньше моя работа была связана со съёмками, я не была моделью. Просто так вот получалось, что было много мероприятий, поэтому нужно было ходить на них, соответственно, выглядеть. И я обожала, боже мой, вот эти вот красивые глаза. Ну, когда это красиво? Когда действительно ты отрисована вся, но это всё в меру, это подходит мне. Я знаю, что мне пойдёт. Визажист, которая со мной работала, тоже знала, что мне пойдёт. Поэтому всё было очень лаконично. Я обожаю. Если бы мне сказали, что, Найс, будем красить тебя через день, я бы сказала, да. Ну, правда. А у меня другой прикол. Я от макияжа устала ещё в 6 лет, потому что я начала заниматься вальными танцами. И понимаете, да, что там происходило? Огромное количество косметики, там несколько наборов накладных ресниц, и вот это вот всё. Я какой-то даже был период, когда я это ненавидела прям всё. Вот вообще у меня... Потом ещё у меня была одна волна, когда я работала в телеке, и там вот грим телевизионный тоже сыграл свою определённую роль. Потом начались у меня даже проблемы с кожей. И вот это вот всё. Но я хочу поддержать мысль Лизы о том, что в какой-то момент у каждого он случается в разное время. Нужно всё-таки найти свои формы, свои цвета, свою стрижку, свой цвет волос, форму бровей. Вы понимаете, о чём я говорю? Чтобы вот как-то подчёркивать то, что и так тебе дано, папой, мамой природы, и кто там ещё в этом процессе участвовал. И как-то вот я за подчёркивание всех этих историй. Вы знаете, как я люблю яркие помады. Вот, потому что на моих губах яркие помады – это что-то вообще великолепное. И я чувствую себя хорошо при этом. Ну, в плане, что у меня нет ощущения, что, о боже, у меня какие-то очень яркие губы. Нет. Ну да, есть девушки, кому не нравятся, да, и кто не понимает, как носить красную помаду. Да, да, да. Я абсолютно комфортно себя чувствую. Но знаете, я вам быстренько сейчас хочу о чём рассказать. У меня есть подруга, которую муж никогда не видел без макияжа. Это прекрасная девочка, она чуть старше меня, просыпается каждый день в 5 утра. Вот это вот всё. Хабыдыщ лицо на себя. И доброе утро, дорогой. Никогда он её не видел без макияжа. Я когда это всё услышала, я говорю, подожди, как так? А ну там вы на море едете. Ну какие-то же есть обстоятельства, при которых ты можешь просто поплыть, всё это, весь макияж и так далее. Не знаю, вы в баньку сходили там с друзьями. Ну вы понимаете, о чём я. Как? Она такая, ну вот когда вот такие вот обстоятельства, я стараюсь сделать всё возможное, чтобы вот сохранить или макияж, или там не пойти на это мероприятие, не поехать и так далее. Я говорю, а почему так? Она говорит, ну я не считаю, что я хороша без макияжа, и не хотелось бы, чтобы вот мой муж лицезрел эту картину. Всё, девочки, дальше занавес. Я даже не нашла, что сказать ей на это, потому что я была в шоках. Катастрофа! Семья – маленькое государство, и добиться мира и гармонии в нём не всегда просто. Есть ли разница между воспитанием мальчиков и девочек? Какие темы не стоит обсуждать со своим ребёнком? Кто в семье главный, нужно ли это выяснять? На эти и другие вопросы семейных отношений ищут ответ ведущие подкаста «Семейный чат». Это трое родителей, двое из которых ещё и психологи. Подписывайся на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Да, какая сила воли у человека, во-первых. Во-вторых, как, слава богу, ей везло в жизни с ситуациями, что там она не заболела, да, и не может накраситься, и она вообще выглядит жутко. Жутко. Нет, нет, Вираша там до абсурда. Она заболела, и всё равно у неё 40 температура, она тащится там в ванную комнату, всё вот это вот, и болеем. Красиво болеем. А муж не чувствует подвох? Что-то не то. Я уверена, что муж просыпается ночью и смотрит на неё, когда она спит, и она не накрашена. И любуется ей. И такой думает, моя рыбка, тебе скоро вставать, но я люблю тебя. И это её заряжает. Поэтому она просыпается, и у неё есть силы на то, чтобы быть для него, для себя красивой. Не плачьте, девочки, но такое бывает. Я уверена, что вот эта вот любовь, сила, она их скрепляет. Они же много лет вместе уже. Ну вот, да, я говорю, моя лапочка без имён, да, без фамилии, говорю, моя лапочка. А почему так-то? Она говорит, я хочу, чтобы меня муж видел всегда красивой. Ну вот и всё, вот такая у неё установка. Установка, да, в голове. И тут хоть кол на голове тиши, ей будет без разницы. Но вот я же говорю, я уверена, система, что муж всё-таки смотрит на неё, когда она не накрашена. Ой, неужели ему самому не интересно, как его супруга чувствует себя без мейка? И почему он ни разу не спросил? Он спрашивал? Лизонька, он спрашивал неоднократно. Я говорю, а как вы спать ложитесь? Подождите. Ну, там же, да, вот есть ещё обратная сторона медали. Есть утро, есть вечер. Что с этим делать? То есть она дожидается, пока он уснёт, поднимается, идёт всё это, шу-шу-шу-шу-шу, снимает и ложится спать. Я говорю, вот это ты, конечно, заморочилась прям. Приключение она всю жизнь себе такое придумала. И муж тоже неоднократно говорил ей, дорогая, любимая, прекрасная, ну, как дела вообще? А на этом я предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Всё, пока-пока. Спасибо, пока. Спасибо, Кусе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!